Ребят, привет! С вами Роман 2Б. Это у нас пистолет травматический или, как знаете, многие говорят, оружие краткоствольно ограничивающего поражения. Ну, типа того, вы поняли. Называется МР-79-9ТМ. Ну, по 9 миллиметров. Грубо говоря, Макарыч. Очень известный пистолет, очень множество про него можно сказать. Ничего тут нового я не открою, просто чуть-чуть просто кто смотрит, знаете, вспомнит что-то старое приятное. Обычно ПМ, да? Обычно ПМ как боевой, только единственно здесь ствол, вот ствол, вот ствол, он дырочка поменьше. Да. У боевого дырка побольше. Так, а ну-ка, фокусируйся. Да, ёпасты. Вот. В принципе, оружие-то схватка, удобно держать, не клюет. В принципе, обычное оружие, да? Ну, 9 миллиметров. Ну, что можно сказать еще? Разбирается обычно стандартно травматическое оружие. Принцип, принцип какой? Для самообороны, только для самообороны. Для спортивной стрельбы не подходит. Почему? Потому что в нем, в стволе, есть эти сужения. И пуля вылетает резиново-деформированная. Значит, она уже влево-вправо-вверх-вниз, куда уже захочет каждое пуля полетит. Она деформированно вылетает. В отличие от Гранд Пауэр, от старых, Т-12. Там идет ствол с сужением, чтобы не заряжать боевые патроны. Там и здесь ствол разорвет. Здесь ствол разорвет. Там тоже Гранд Пауэр. Хотя там сужение, именно у травматического Гранд Пауэра. Но пуля вылетает, она, ну, более точно, чем здесь, нежели здесь. Не только здесь. Есть владелец меня сказал, что есть один человек, он приобрел итальянский ствол, травматический. У него есть сверху снизу насечки. И он стреляет даже хуже, чем Пауэр. Чем вот этот вот, вот этот пистолет. Так что, имейте ввиду. Ну, давайте зарядим патроны. Патроны у нас такой-то фирмы. Смотрите, вот она фирма. Фишка в чем, что здесь 91 джоули. Видно будет, не будет. Это, в принципе, мощные патроны резиновой пульки. Вот они. Я зарядил 8 патронов. 8 патронов. Зарядил. Все очень просто делается. И расстояние у нас до мишеник, где-то 5 метров. Буду стрелять в центральную мишень. Посмотрим, как попаду. Оружие сработало. Костян, подай-ка бутылку. Знаете, в чем прикол всего этого? Что оружие не просто можно использовать в самообороне, но можно использовать как открывалку. Вот. У вас под рукой не только оружие, но еще открывалка. Вот и все. Смотрите. А потом? Штаны. Ну, лучше кобуру иметь, конечно. Кобуру лучше иметь. Держи, братуха. Разбирается она просто. Вот. И разобрали. Все тут. Тут ничего сложного нет. Все вы уже знаете, если смотрите. Оружие новое. Сейчас мы магазин уберем. Магазин на самом деле не нужен для разборки и сборки. Кожух. Вот он. Пружина. Пружина усилена у тебя? Обычно. Обычно пружина стоит. Обычно. Лучше ставить другую пружину. Более усиленно от боевого. Тогда будет нормально. Всегда работа перезаряд. Заряжается туго. Да? Было сначала. Вот пострелял легко. Видимо, еще металл не раздорочился. Он должен притереться. Нужно почаще пострелять. Все. Поставили на предохранитель. Предохранитель вы знаете, где находится. Пойдемте посмотрим, куда мы вообще попали и чуть-чуть расскажу под конец об этом оружии, в принципе, что ли. Мишень. Вот такие дырочки. Вот. Такие дырочки. Ширина листа вот такая. Ну, не знаю. Ну, какая ширина. Вот под мой палец. Так, ребят. Самый важный момент. Оружие очень интересное. Вы посмотрели, какая кучность. В принципе, она рабочая. Все зависит от патронов. Патроны у нас имеют немаленькую мощность и выплевывают патроны, в принципе, неплохо эти резинки. 5 метров. Кучность увидели. И производители делали этот патрон. История оружия очень старая. В Советском Союзе пользовались и многие. Полиция, в армии до сих пор пользуются. Хотя есть пистолет Лебедева, который должен был прийти на смену этого оружия. Но пока еще его не видно. Но. Есть модернизация рукоятки. Она... Именно ее делают в Израиле. Устанавливается другая рукоятка. И с помощью кнопочки сбрасывается механизм. Тут сбрасывать надо с помощью вот этого переключателя натяжного. Нужно все равно задействовать две руки, чтобы сбросить магазин. Там просто установил... Извиняюсь. И потом нажал. И все. Патроны вылетели. Магазин другой заряжаешь. И все. Быстрая тактичная штука получается. Ладно. Пистолет маленький. И можно стрелять и левой рукой. Вот у нас сейчас есть правша. Человек, который умеет стрелять. Сейчас я сниму с предохранителя и посмотрим, как он может стрелять именно левой рукой. Пожалуйста, подходите, Максим. Вот показывает вот рука у нас это. Вот. О многом можно сказать об оружии. Об этом. Травматическое оружие. Как-никак оружие ограничивающего действия. Многие о нем говорят. Название. Но все равно это травмач. Травматическое оружие, своими словами. Да. Магет. Патроны лучше использовать помощнее. Не 50 джоуль. А чем больше, тем лучше. Всего. Чем больше мощности, тем лучше останавливает нападающего человека. И запомните это. Оружие должно исполнять только защиту жизни, здоровья, собственности. В состоянии крайней необходимости. Да. Ну все. Ладненько, ребят. Это был Роман 2Б. Пока-пока. П-пока. 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 Продолжение следует...